Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ! В эфире информационный выпуск «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о событиях. Полицейские отметили свой профессиональный праздник. Зарюбление Десногорского водохранилища. 45-я сессия Горсовета. Турнир по боксу памяти Сергея Крылова. Свой профессиональный праздник сотрудники правоохранительных органов официально отмечают с 1980 года. О том, как прошел праздник в Десногорске, смотрите в нашем сюжете. 9 ноября в городском центре досуга собрались сотрудники Десногорского отдела полиции в честь своего профессионального праздника. В начале торжественного собрания своих коллег поздравил начальник отдела внутренних дел МВД по городу Десногорску, подполковник полиции Юрий Гришин. Всем присутствующим в зале, которые не смогли прийти на наш вечер, хочу пожелать здоровья, любви и мирного неба над головой. Десногорским полицейским были вручены почетные грамоты и медали МВД России за отличия в службе 1, 2 и 3 степеней. Также были вручены благодарственные письма ветеранам службы. Со словами благодарности за взаимное сотрудничество к полицейским обратился глава города Андрей Шубин. Ваша служба связана с ежедневным риском. Проявляя мужество, выдержку и самоотдачу, вы охраняете покой и жизнь в Десногорске. Стоите на страже правопорядка. Разрешите поблагодарить вас за верность долгу, профессионализм, повседневную готовность оказывать помощь людям. От депутатского состава города Десногорска сотрудников полиции поздравил Владимир Блохин и отметил значимость этой профессии. В праздничной концертной программе выступили коллективы городского центра досуга. Мы выражаем слова самой глубокой благодарности сотрудникам органов внутренних дел за свои ежедневные труды. Вице-губернатор Василий Анохин на брифинге для представителей СМИ рассказал, что в следующем году в регионе продолжится повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Проводится оно по указу президента Владимира Путина. Бюджетом 2018 года на эти цели предусмотрен необходимый объем средств. Повышение зарплаты ждет педагогов, врачей, соцработников и работников культуры. Десногорское водохранилище – это водоем-охладитель Смоленской атомной станции. Оно не замерзает практически круглый год и зарастает водорослями и планктоном. Для очистки применяются различные способы мелиорации водоемов. В Десногорском водохранилище разводят виды травоядных рыб. Как это происходит, смотрите в нашем следующем сюжете. Зарыбление водохранилища, растительноядной рыбы, относится к числу наиболее значимых природоохранных мероприятий. Смоленская АЭС проводит их на протяжении 16 лет. Всего за это время в водоем-охладитель атомной станции было выпущено свыше 120 тонн рыбы. 9 ноября в акватории базы стоянки плавсред Смоленской АЭС прошел второй этап осеннего зарыбления. В водоем выпущено 570 штук двухлетних белых амуров и 910 толстолобиков. Средний вес рыбок – 400 грамм. Общий вес запущенной в озеро рыбы – около 6 тонн. Для молодой рыбки условия в нашем водохранилище идеальны. Это те виды рыб, которые в вашем водоеме просто необходимы. Толстолобик является фильтратором, то есть он питается фитопланктоном и тем самым убирает лишнее цветение водоема. А белый амур – это мелиоратор, поедает жесткую растительность. То есть это чтобы ваши водоемы, берега сильно не зарастали. Зарыбление водохранилища травоядными видами рыб поддерживает экологическое равновесие в водоеме, предотвращает зарастание дна водорослями и препятствует разведению планктона. На Смоленщине завершена уборка зерновых культур, картофеля и овощей. Все основные показатели в растении и водстве региона в этом году выше прошлогодних. Урожайность зерновых, несмотря на неблагоприятные погодные условия, достигнута рекордная – 250 тысяч тонн. Смоленская область активно участвует в федеральной программе развития Нечерноземья. Будут предусмотрены культур-технические работы и возвращение заболоченных участков в Севооборот. 1 ноября в администрации Десногорска состоялась 45-я сессия городского совета, на которой депутаты рассмотрели 9 вопросов, важных для жизни города. О том, какие решения принял депутатский корпус Десногорска, расскажем в нашем сюжете. Среди рассмотренных депутатами вопросов были приняты решения о последующем, наиболее важном для жизни города. Так, рассмотрев документы, предоставленные администрацией города, и учитывая рекомендации постоянной комиссии по плану бюджетной деятельности, депутаты решили внести изменения в бюджет муниципального образования. Также депутатами было принято решение утвердить ставку годовой арендной платы за один квадратный метр нежилого фонда в размере 736 рублей. Решением 371 депутаты приняли изменения в положение о комитете по культуре, спорту и молодежной политике, возложив на комитет имущественных и земельных отношений полномочия собственника имущества комитета. Депутаты внесли изменения в правила благоустройства муниципального образования в части особенных требований к доступности городской среды для пожилых людей и инвалидов, чтобы обеспечить их всеми средствами для свободного передвижения. Решением 363 досрочно прекращены полномочия депутата Анатолия Ивановича Ефимова в связи со смертью. Все решения городского совета опубликованы в газете Десна. Проект «Слава Созидателям» продолжает работу. 8 ноября состоялась встреча учеников 9 класса школы номер 4 с героем Сергеем Печерицей. Сергей Иванович – директор ЭЦМ, депутат городского совета, член совета руководителей предприятий города. Он рассказывал девятиклассникам о том, каким был город и с какими трудностями ему пришлось столкнуться на посту руководителя предприятия и депутата городского совета, а также дал много полезных советов ребятам. Встреча прошла в дружеской и доверительной обстановке. 11 ноября в 13 часов в детско-юношеской спортивной школе состоится день открытых дверей. Приглашаем всех желающих познакомиться с работой спортивной школы. Бокс – мужественный и благородный вид спорта. Большой вклад в его развитие в нашем городе внес заслуженный энергетик России, почетный гражданин Десногорска Сергей Крылов. Смоленская АЭС продолжает заложенные им традиции по воспитанию здорового подрастающего поколения. В Десногорске проходит 15-й международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика России, директора Смоленской АЭС Сергея Крылова. 8 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошло открытие турнира. Участие в нем приняли спортсмены из 18 городов России и Белоруссии. Десногорск представляют две команды – воспитанники клуба «Ринг» и секции бокса физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. Поприветствовали участников турнира директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский, заместитель главы города Александр Новиков, заместитель председателя профсоюзной организации Михаил Таран и ветеран САЭС. «Спорт – это дисциплина, спорт – это взаимодействие, спорт – это товарищество. Он ко многому обязан. Молодым он дает возможность сформироваться и задать такую базу, которая в этом жизни, она ему пригодится. Почему? Потому что, опять же, дисциплина – раз, преодоление сходу в себя – два, преодоление трудностей, воля к победе». Ежегодно в турнире принимают участие как профессионалы, так и ребята, которые только начинают заниматься этим видом спорта. В первый день на ринге встретились новички и поделились своими эмоциями с нами. «Хорошо, потому что я выиграл, я радостный». «Бой я провел нормально. Первый раз я выиграл. Я хочу стать чемпионом, и чтобы все такие же были». Торжественное закрытие турнира и награждение состоится 11 ноября в 13 часов. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова